Добрый день, уважаемые коллеги. Мы собрались на заседание Президиума Совета, но начну с нескольких других вопросов. Вчера прошло как раз очередное заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По его итогам хотел бы обратить внимание на несколько моментов. Они, может быть, не сверхсущественные, но важные. Во-первых, в нашей проектной деятельности при принятии всех необходимых решений, о чём, кстати, и Президент вчера говорил, мы должны основываться на новых, самых современных методах и технологиях, но при этом нельзя забывать, что мы работаем прежде всего для людей, для граждан нашей страны. И вот эти приоритеты возникли именно для решения именно таких задач. И когда мы рассуждаем о целях, соответственно, о показателях проектов, это имеется в каждом проекте, нужно делать всё это на языке, который понятен людям. Мы все являемся специалистами в тех или иных сферах и неплохо владеем профессиональной терминологией. И обязательно, кстати, нужно эту профессиональную терминологию использовать, потому что она отражает сам ход решений, технологические преобразования, которые необходимы. Но, тем не менее, всё равно то, что мы делаем, должно быть понятно, чтобы было ясно, для чего появился тот или иной показатель, почему мы добиваемся его достижения, в чём он заключается. Вот пресловутая тема, связанная с электронной очередью в поликлинике или использование личного кабинета, где бы то ни было, всё это хорошо. Но необходимо, чтобы каждый, подчёркиваю, каждый понимал, что эти новшества дадут ему лично. Уровень подготовленности многих людей, которые вот такими услугами пользуются, несколько отличается от уровня тех, кто эти документы готовил. Нужно, чтобы эти сложные для быстрого понимания вещи для обычного человека означали, что он просто быстрее, например, попадёт к врачу. Причём электронная запись, например, позволит записаться к врачу быстрее, не стоять в очереди, быстрее пройти, на 10 минут, например, а не сидеть где-нибудь в коридоре, где все кашляют и чихают. Это лишь пример, и таких примеров достаточно. Они не только здравоохранения касаются дорог, инфраструктурных проектов разных, масса других вещей, но просто всё это нужно сформулировать для восприятия человеческим языком. Прошу это учесть. Второе. Вчера на заседании Совета звучала тема ревизии действующих законодательных актов, применительно к производительности труда. Тема правильная, но сейчас не про производительность труда даже. Мы ревизии инвентаризации нормативного материала проводим по десяток раз в году. Надо посмотреть накопившиеся завалы в законодательстве, надо принять решение. И действительно, такие инвентаризации проходят. Результат этих инвентаризаций нулевой. Вот выявили огромный массив устаревших, допустим, нормативных документов, законов, подзаконных актов или документов, которые просто нужно поправить. Ну и что дальше-то? Мы их отменили? Как правило, нет. Поэтому нужно оперативно разработать такой механизм, чтобы отмена устаревших правовых норм стала, во-первых, необратимой, если мы об этом договорились, и, во-вторых, быстрой. Конечно, всегда можно сказать, что прежде чем отменять старые законы, нужно принять новые. Такой аргумент, кстати, обычно и звучит. Вот как мы можем отменить постановление 1997 года, когда у нас нет постановления 2017? Но это очень часто просто оправдание, чтобы ничего не делать. Работать нужно в любом случае быстрее. Нужно синхронизировать два этих процесса – отмену старого законодательства и введение нового. И второе, о чём хотел бы сказать, это делать нужно, ещё раз повторю, в самые короткие сроки. А если вообще кажется что-то невозможным сделать быстро, но в то же время у нас нет уверенности, что сохранение тех или иных правил необходимо, ну, может, лучше вообще никакого регулирования не иметь, чем иметь устаревшее. Такие ситуации многократно в истории нашей страны бывали, и никаких коллапсов не возникало. Вот хотел бы, чтобы коллеги имели это в виду. И ещё вот мы здесь с коллегами только что осмотрели новую систему организации работы в администрации в Московской области, в правительстве Московской области. Надо признаться, это впечатляет. Просто хотел специально сказать об этом. Это совсем другой подход. Он заключается в том, что представители и региональных, и федеральных властей находятся в одном офисе, в одном открытом зале и решают одну и ту же задачу. Вот такой open space, в котором сидят чиновники самого разного уровня. Я уж не говорю о том, что они сидят в одном открытом зале, что, мягко говоря, далеко не всем нравится по разным причинам. Так они ещё и представляют разные ведомства и разные уровни власти. Причём в некоторых случаях, например, федеральные власти обязаны контролировать власти региональные. И, казалось бы, это несоединимые вещи, но это не так. Это вполне соединимые вещи, потому что в конечном счёте они превращаются в такую команду, когда не нужно ходить с заявителем по инвестициям, по кабинетам, не нужно решать задачи привычным бюрократическим путём. Я даже не говорю про электронные документы обороты, это само собой разумеется. Решать как-то так, как это привычно делать в таких ситуациях, то есть просить или деньги платить. Это действительно новаторский подход, если хотите, то, что теперь называется таким государственным эджайлом. И о чём хочу сказать, надо дать возможность использовать такой подход в разных территориях. Я не предлагаю навязывать его. Более того, это очень сложный процесс притирки федеральных и региональных структур, включая даже вопросы зарплаты. Это тонкая тема, потому что региональные чиновники получают больше, чем федеральные государственные служащие в территориях. Нужно и об этом, кстати, подумать, как эта система может работать. Но они-то работают для достижения одной цели, а не для самооправдания. Тем более, что когда я приезжаю в регионы, как и вы, то всё время слышу от губернаторов одно и то же. Сократите количество федеральных государственных служащих, размещенных в наших территориях. Потому что они работают на самих себя. Нужно это сделать, нужно такую возможность создать, даже несмотря на то, что это может не понравиться отдельным ведомствам и организациям. Ну, теперь к заседанию Президиума самому. Он у нас не совсем обычный, надеюсь, пройдёт достаточно компактно, потому что мы договаривались поговорить не о паспортах проектов, не о содержательных каких-то темах, а о применении механизмов проектного управления при реализации госпрограмм, а также совершенствовании государственного управления. Про управление уже несколько слов сказал. Сначала с бюджета, главного нашего закона финансового, новый бюджетный цикл уже близится к началу, идёт предварительная работа, государственные программы приводятся в соответствии с бюджетом, исходя в том числе из утверждённых ранее приоритетных проектов. Мы договаривались о том, что мы будем использовать в бюджетном процессе проектные механизмы, я и на форуме об этом говорил, в других местах, давал поручения. Нужно подготовить предложение, в какой степени мы сможем использовать при формировании и исполнении бюджета этот самый проектный подход. И на эту тему нужно ещё окончательно посоветоваться, потому что все как бы в общем плане говорят, да, можем, но есть явные исключения, где это невозможно, и непонятно, где эти исключения заканчиваются, и начинается та сфера или тот материал, где можно использовать проектные подходы. У нас действует большое количество различных отраслевых стратегических документов, идёт активная работа над комплексным планом действий до 2025 года. Я знаю, что есть ряд идей и у профильных ведомств, среди них усиление координации в сфере стратегического управления, есть предложение насчёт того, как вести отбор проектов, как их ранжировать. Давайте всё это посмотрим. Ну и несколько слов буквально по реформе контрольной и надзорной деятельности тоже. Послушаем, значит, о том, как обстоят дела. Недавно я подписал постановление, которое расширило перечень видов государственного контроля, где применяется так называемый рискориентированный подход. Субтитры создавал DimaTorzok